здравствуйте уважаемые коллеги с вами евгений продолжаем изучать мастеркам я знаю многие по нему соскучились писали мне в комментариях что когда же будет какое-то продолжение по мастеркому сегодня будет такое кратенькое видео о том как создать карту наладки знаю вопрос такой довольно интересный очень многих волнует и сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос но для начала я объясню для чего это надо если вы работаете один на станке то возможно этот метод вам не особо пригодится потому что вы сами знаете где какая будет длина инструмента какой патрон да и вообще какой инструмент а вот если вы работаете в офисе и вот эту всю информацию вам надо донести в цех или вообще даже передать куда-то на расстояние возможно там в другую компанию то могут возникать проблемы заниматься пейнтом либо там еще каким-то фотошопом где-то что-то вырезать склеивать не особо хороший вариант для начала я вообще хочу показать что здесь будет происходить мы откроем вкладку tool manager и посмотрим что у нас есть 9 инструментов у каждого инструмента есть патрон каждый инструмент имеет свой диаметр свою длину и еще например сколько у него режущих кромок и его описание то есть вот это все надо передать делается это следующим образом переходите во вкладку машин и выбираете во вкладке setup sheet create далее появляется такое меню которое вам надо заполнить значит запишите обязательно название проекта для кого вы этого делаете как зовут программиста номер чертежа по которому делается эта обработка ревизия вот и можно еще добавить какие-то ноуты а теперь следующий момент в принципе для данного момента который я вам хочу сегодня показать этого достаточно поэтому нажимаете просто на клавишу ok и ждете сейчас выбралась к сожалению только пяти осевая обработка это потому что выбраны только вот эти вот у нас команды то есть если вы хотите показать только на отдельных каких-то операциях то вы их выбираете и показываете мы выберем все мы их погасим чтобы не загромождать наше графическое пространство и давайте пересчитаем опять нажимаем create здесь оставляем и нажимаем ok видите что сейчас это заняло немного больше времени мастеркам пересчитал все траектории и вот такую выдал нам с вами наладочную карту то есть сейчас мы видим название проекта название заказчика кто делает название и когда это было сделано и вот ревизион первая на дальше здесь прописывается где находится данная деталь и вот дальше что самое главное мы видим здесь режимы резания здесь они были заданы просто скажем так на бунт и самое главное мы видим вот этот вот патрон его размеры и как фреза вот этот вылет фрезы то что 70 миллиметров и вот это вот очень важный такие момент также здесь пишется сколько идет времени на обработку в данной операции то есть имея вот такую уже наладочную карту вы можете уже представлять какой вам инструмент понадобится как он будет выглядеть и в принципе так далее надо здесь написано что это будет какой материал фрезы сколько режущих кромок какой будет патрон ну и инструменты именно по турист это получается то что инструменты которые у нас находятся в данной обработке в этом проекте то есть здесь вы можете еще смотреть какая траектория появляется на вот здесь вот уже именно информацию по инструментам такая краткая ссылка получается также здесь мы видим где у нас находятся нулевые точки теперь хочу что сказать если вы пользуетесь либо собираетесь пользоваться данным методом есть возможность его пересохранить как бы save as pdf либо в другой какой-то формат вот у меня pdf выглядит это немножко другим образом где-то какие-то операцию видны более четко как бы хочу сказать что это все надо настраивать потому что сейчас это мы работаем в мастер-камском active report viewer теперь что касается вот этого метода если вы собираетесь им пользоваться обратитесь к вашему региональному менеджеру и возможно под вас разработают под вашу компанию под ваши стандарты такой такую вот карту наладки если вам будет конечно угодно в сети где-то тоже было видео как можно самому разработать что-то похожее подобное но я думаю что это затратит больше времени и сил чем заказать уже готовое решение надеюсь данное видео вам было полезно вы что-то узнали для себя новое на сегодня все спасибо кто досмотрел это видео до конца свидания до новых встреч счастливо